здравствуйте дорогие друзья ну что же прошел сегодня суд которого мы все с вами ждали и конечно у нас были надежда что шамана воина александра габышева отпустит ну это была надежда понятное дело такая призрачная хотя очень многие люди все делали чтобы это произошло и и приглашали независимую экспертизу и адвокаты работали и подавали апелляции жалобы чтобы произошла не в якутии прошла в другом регионе независимая психиатрическая экспертиза но естественно все эти любые ходатайства были отвергнуты и значит суд сегодня как я понимаю вот не скинули признал законной госпитализацию якутского шамана габышева псих диспансер верховный суд якутии оставил без изменения решение якутского городского суда они добровольной госпитализации якутского шамана габышева ну и значит весь отвод суда вот как все все эти потому что суде те же что и были были раньше и они прямо эти решения как мы понимаем штампуют просто у них есть приказ они его выполняют то есть александра оставили дальше ну конечно будет подана там конституционная жалоба но куда уж дальше то якутский городской значит верховный суд остается что у нас как говорится суд по правам человека уже куда-то значит на своей земле мы не можем найти справедливости как мы понимаем суды европейские там любые международные наши не признают потому что в конституции это вписано что мы как говорится независимы ни от кого ну и значит вот и все вот она независимость значит посадили вас и вы сидите как это что то есть ну правда в суде добиться невозможно даже даже вот таких элементарных ну проведите экспертизу еще раз докажите покажите людям что это нет они этого не делают они просто в тупую нам нам вдруг ну и конечно друзья мои мы подозревали что так и будет ну честно скажите себе что надеяться на путинский суд ну мы не надеялись потому что тем более они еще подстраховались они еще какие-то дела там по поводу того что шаман кого-то там ранил то есть они были готовы к разным даже они видите похоже не надеялись думали что может быть какой-нибудь судья так не решится взять на себя и вдруг вдруг да и выпустит шамана но нет тогда они его сразу наверное у дверей суда бы загребли уже по уголовному делу ну значит судья оказался тем тем кем мы о нем думаем то есть о справедливости законности совершенно речи здесь не идет потому что даже минимального шанса не дали ни адвокатам никакая там независимая экспертиза на все это они плюют даже если они знают там господь бог с неба спуститься и скажет что шаман шаман не сумасшедший это значит и его мне кажется эти ну как их назвать ну мерзавцы они мерзавцы бессовестные без без застенчивые даже ему не скажут что у нас как говорится извините вы и сами невменяемый а вот зато мы здесь все вменяемые мне судьи и психиатры ну а психиатр один из врачей который выступал сказал что шаману от этого лечения становится лучше ну друзья мои мы с вами сомневаемся потому что не разговаривать по телефону шаману не дают только какие-то записки удается переслать это это все находится под контролем как мы понимаем фсбшников и там что-то они там уже были какие-то разговоры что они что-то меняют подписывают в эти письма но об этом из мы знать не можем но понимаем что дух шамана свободен сейчас конечно будут все эти юридические дела и кассационные жалобы и и дальше там и может быть и по правам человека куда-то потому что весь весь мир знает нашего шамана он прославил и якутию и своей как говорится свободолюбивой позиции он стал известен и в мире конечно шаман это узник совести это политзаключенный на котором ну так сказать вот эти так называемые власти а на самом деле как мы понимаем это оккупанты и разбойники которые пишут законы которые сами же и не не могут выполнить печально друзья мои но мы с вами друзья мои люди мистически настроены поэтому мы поддерживаем волну шаманов понимаем что дух шамана все равно свободен и эта волна идет не только по нашей стране но и по всему миру поэтому посмотрим что они могут противопоставить дух знаете сейчас можно назвать это охота на ведьм я знаю что в некоторых даже некоторых южных республиках нашей страны прямо идет реальная охота за гадалками за так сказать колдунами знающими людьми но которые наверное там может быть делают что-то нехорошее потому что в бытовом смысле бывает что колдовство не слишком хорошее но руководители нашей страны этих республик они реально стали бояться магии физически им почти ничто не может угрожать потому что они все подмяли под себя а вот против энергии против силы гнева народного против народных проклятий у них вариантов нет нанимают они конечно всяких знатоков колдунов это происходит ну друзья мои вот на на этом и идет вот это вот невидимое но очень серьезное и я бы сказал даже иногда смертельная борьба хорошо друзья мои печальная новость но согласитесь мы ее ожидали и мы должны всячески поддерживать шамана и морально и энергетически и психологически ну и как говорится может быть и материальным если там адвокаты какие-то все все это все это необходимо чтобы когда вот это беззаконие закончилось мы смогли обнять нашего дорогого шамана действительно он бы прошелся по нашей стране может быть по всему миру со своей тележкой но уже может быть с другой целью чтобы нести вот эту вот волну добра не волну какого-то разрушения а волну изменений в этот наш непростой и несправедливый но во всяком случае сейчас мир все дорогие мои друзья пока